Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. Поздравляю с окончанием учебного года. Расскажите, в скольких школах сегодня прозвенел последний звонок и будут ли мероприятия завтра? Об этом. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня необычный день, 31 мая. У нас завершился учебный год в школах города. Всего в нашем городе школ 101 школа. Это частные школы, общегосударственные наши школы и вечерние школы. Вечерние школы у нас две школы, государственные школы 85 и частных 14 школ. Всего выпускников, которые заканчивают в этом году школу, 11846 учащихся. Торжества проводятся масштабно, ведь в годы пандемии как-то все это угасло. Сейчас вот это вот торжество последнего звонка, оно вернулось, возвратилось? Практически традиционная форма завершения учебного года осталась та же, как и была раньше. В стенах школы. Но в этом году разрешается родительским комитетом, затем администрацией школы проводить последний выпускной вечер в стенах другого учреждения или где-то-то. Но это по согласованию, за то, что отвечают за сохранность и безопасность детей, прежде всего сами родители. И, конечно же, та организация, которая позволяет в своих стенах провести вот такое мероприятие. В этом году учебный год продлили на неделю и школьники вышли на неделю позже на летние каникулы. Как вообще октябренские школьники к этому отнеслись и как считаете, правильно ли это? Школьники отнеслись безболезненно, потому что традиционная форма была раньше, 25 мая. И вот эта неделя, которая продлилась, она у нас просто подытожила все то, что мы делали когда-то в июне. С 1 июня еще неделю наши учащиеся ходили, сдавали учебники, библиотеку некоторые учащиеся должны были, книги. А в этом году у нас все получилось как бы так, как требовалось в школах. Все учащиеся одновременно сдали учебники, получили учебники, а также в библиотеках не остались должниками на лето. Плюс еще ко всему, плюс этой недели дался то, что у родителей масса вопросов, которые были открытыми. Они стали завершенным и получили на них квалифицированные ответы со стороны школ. Этот учебный год еще продолжается для выпускных классов, да? Четвертый, девятый класс и одиннадцатый, соответственно. Какие экзамены сдают наши четвероклассники, девятеклассники? Ну, четвертый класс это завершение начального звена. Это такой этап, когда учащиеся уходят от своего постоянного классного руководителя по различным предметам, изучают новые предметы. У них появляется интерес к тем или иным предметам. Вот этот барьер, который дети должны начального звена перейти, он проходит безболезненно тогда, когда учащиеся сдают экзамены. И экзамены проводят в этом году различные формы. Есть контрольные работы, есть тестирование, на которые ребята уже научились, свободно владеют компьютером, находят правильные ответы. И я думаю, что это помогает нашим ребятам в современном мире быть востребованными и более грамотными в компьютерном варианте. Это четвертый класс. Девятые классы это уже у нас зрелые ребята, которые осознанно идут в десятый и одиннадцатый класс, которые собираются сдавать ЕНТ и выбирать свой жизненный путь дальше по своей целенаправленной. Будем так говорить, дальше изучать ту науку, которой они себя посвятят. Ну, например, медицина, это биология, изучение углубленный вариант, химия и так далее. Есть ребята, которые закончили девятый класс и уже определились со своей будущей специальности и будут изучать колледжи ту специальность, которую они выбрали, плюс десятый и одиннадцатый класс заканчивать. Ну, вот как-то вот так вот. И всего у нас в этом году девятые классы заканчивают с отличием 663 учащихся, с отличием 279 учащихся. И думаю, что ребята, которые решились остаться в школе в своих стенах, они продолжат обучение и еще больше углубятся в тех направлениях, которые они выбирают. Как вы считаете, как педагог с многолетним стажем, за последние годы Казахстан больше переходит на техническое, профессиональное образование и многие проводят профориентацию, чтобы уходили в колледжи, уже получали какую-то специальность. Ведь высшее образование не нужно всем, и не все потом это высшее образование реализуют в своей жизни. Как вы считаете, правильно ли уходить после девятого класса в колледжи и получать непосредственно такое техническое образование профессиональное? Совершенно правильно. Я отношусь к этому очень даже положительно. Почему? Давайте вот разберем со стороны мальчиков. Тот мальчик, учащийся, который избрал свой профессиональный путь после девятого класса, служить в армии он уже идет как бы квалифицированно. То, например, специальность водителя он освоил, или еще какую-то техническую, то, что ему поможет дальше в жизни. Есть ребята, которые многое посвящают себя вот сейчас компьютерным различным IT, программы изучают, и IT-профессии избирают. Очень даже хорошо им помогают сейчас, их направляют даже в связисты и так далее. Очень интересная специальность у ребят, которые выбирают музыкальные направления. Да, да, да. Это очень даже здорово, когда ребенок творчески растет и уже считает, что в девятом-десятом классе он уже просто потеряет, в десятом-одиннадцатом классе потеряет время. Но получается так, что он осваивает специальность музыкального, ну, будем руководителя так говорить, или музыкальную еще какую-то специальность. И вместе с тем же попадает, я про мальчиков еще раз говорю, попадает в те ряды, которые называются музыкальные. Игра на любом другом инструменте каком-то. Вот это просто здорово. По отношениям к девочкам. Вот девочки в основном избирают медицинскую специальность, там, бухгалтерский счет и так далее. Я думаю, что медицину нужно изучать вот действительно с азов. И те девочки, которые идут в медицинские колледжи, они сначала изучают те азы, которые называются медсестринские. А затем, если уже ребенок осознанно подошел к этой специальности, он продолжает его в высшем учебном заведении, то есть медицинской академии. И уже эти ребята идут не на первый курс, а на второй и так далее курс. То есть профессия уже должна основываться уже вот с этого возраста, да, юного возраста. А те уже, кто решил пойти в 10-й, 11-й класс, дают ЕНТ. Сейчас знаю, что ЕНТ как-то проводится поэтапно, да, и каждому выпускнику дается несколько шансов. Если в самом начале вообще организации единого национального тестирования это был один шанс, да, сейчас уже шансов больше. Расскажите об этом. Как сейчас проводится ЕНТ? ЕНТ сейчас у нас вот со школ эта ответственность ушла. Это желание родителей, желание самих детей. Но мы в этом году дали возможность детям пройти два платных этапа, где ребенок свободно себя чувствует и испытывает себя так, как бы он себя вел на ЕНТ. Бывает у детей впервые это испуг, незнание, аудитории. Во-первых, много смотрят наблюдательных аппаратов на учащегося, выпускника. И то, что этот ребенок дает сбой в своих знаниях, то есть стресс получает своего рода. Второй есть этап. Пожалуйста, ребенок может пройти на втором этапе уже безбоязненно. Знает, что здесь уже использовать телефоны или другие гаджеты. Невозможно только надеяться на себя и правильно планировать свое отведенное время. Вот за это отведенное время ребенок должен успеть выполнить те задания, которые даны ему в электронном виде. Это очень здорово. И вот сейчас у нас уже те ребята, которые идут у нас на Алтенбельге, они подтверждают свои знания. И в мае-июне, кто идет на Алтенбельге, то у нас проходят свои дополнительные тестирования свои и подтверждают свои знания. То есть Алтенбельге тоже нужно подтвердить. Конечно. Отдельное тестирование. Давно, я помню, оканчивала школу в 2008 году. ЕНТ для нас было как конец света. Действительно, мы так сильно переживали и боялись. И шанс был только один на каждого. А сейчас получается это уже более не стрессово и психологически детям легче. И плюс ко всему это ваш выбор. Это ваш выбор, уважаемые выпускники, уважаемые родители. Это ваш выбор. Это, будем так говорить, подведение итогов тому, что ребенок за 11 лет научился. И сам выбрал. Расскажите, пожалуйста, о первоклассиках наших. Сейчас в сети распространяется информация о том, что нужно отдавать ребенка в 6 лет, нежели родители тогда будут оплачивать какие-то штрафы. Правда ли это? Можно ли пойти в 7 лет, например, по желанию родителей? И какие документы нужно вообще собирать? Все это у нас сейчас, как мы говорим, мы перешли в цифровый Казахстан. Все это у нас сейчас комплектиризировано. На любом сайте, не на любом, а на нашем сайте. Родители этот знают сайт, как туда заходить, электронный вариант. В первое время были много ошибок. Если совсем родители не знают, как заходить на этот сайт, они приходили к нам в отдел образования, и им давалась устная помощь, и вместе с ними проходили с их электронным ключом, и ЦП, и так далее, и так далее. Сейчас уже все этому научились. Даже с телефона можно заходить, свободно, не надо обязательно компьютер или ноутбук. Можно это зайти и выбрать ту школу, которая по вашему микрорайону находится. Экзамены или какие-то что-то для первоклассников, такого нету. И я хочу убрать эту вообще мысль от родителей, что ваш ребенок никакие экзамены при поступлении в школу не сдает. Документы все на электронном портале размещены. Эти документы отмечаются, крыжатся. Если какой-то документ будет отсутствовать, конечно, ваши документы не примут. То есть они заранее смотрят, какие документы, и просто регистрируют. Сейчас это очень легко и просто. А в какое время уже можно подавать? С 1 апреля мы уже начали прием первоклассников в школу. Сколько в этом году примерно первоклассников поступит в школу? В этом году выпускаем мы 11 351. И, естественно, столько же принимать будем. А вот давно было так, что к какой-то школе определенный относится адрес. До сих пор так или можно? Есть право выбора, например, родители хотят где-то в центре, проживая где-то там в Ахжар, Хазужар. Хотят, чтобы ребенок учился где-то в центре. Можно ли так сейчас выбрать школу? Как выбираем садики мы детям? Сейчас это разрешается, но, опять-таки, это все зависит от вас, уважаемые родители. Потому что с Ахжара, например, привезти ребенка в центр города, это по пробкам и так далее, и так далее. Вообще ребенок опаздывает, потом рано вставать, ребенок не высыпает, на уроке начинает вести сонливость и так далее. Бывает такое, что первым уроком стоят контрольные сочи, соры. Но это я не про первоклассников говорю, вообще. Поэтому подумайте, прежде чем отдавать куда-то ребенка, это проблематично все-таки. Лучше, ближе и комфортнее. Лучше, ближе и комфортнее, да. И потом это безопаснее. А вот как относитесь к тому, что сейчас реформы вводят, что с 6 лет обязательно должен пойти ребенок в школу? Готов ли маленький дошколя... Это же дошколято, получается? Да, это дошкольник, да? Это возраст дошкольного возраста. Но сейчас ребенок очень... У нас дети акселераты. По последним сведениям, дети начального звена, первого класса, или даже, можно так сказать, подготовительная к школе группа, дети уже бегло умеют читать. Дети различают все цветовые гаммы. И наша наука, и мы все говорим о том, что созревание ребенка произошло на шаг вперед. Поэтому не с 7 лет, а с 6 лет уже ребенок идет в первый класс. Иначе просто год будет пропущен впустую. И еще раз обращаю, уважаемые родители, на то, что если ваш ребенок позже пойдет в школу, то он даже не успеет после 11 класса куда-то поступить, и его будут просто забирать в ряды вооруженных сил. Для мальчиков, да? Да, для мальчиков я это говорю. Как летний досуг октябренских школьников в этом году будет организован? Сколько пришкольных лагерей будут открыты вот с завтрашнего уже дня? У нас в основном летние лагеря будут разделены по категориям. Категория, это, конечно, малоимущие дети, семьи, где у нас пришли бесплатные лагеря, при школах и так далее. Всего будет охвачена, предполагаемая наша цифра, это 2025 детей. Из них 1666 детей, это пришкольные лагеря. В загородных лагерях будут 825 детей отдыхать, это малообеспеченные, из семей малообеспеченных. Затем у нас лагеря разбиты еще в дворовые. В дворовых лагерях будут отдыхать ребята посещать 31 525 детей. А также у нас лагеря еще есть в внешкольных учреждениях. Их всего у нас по городу 14 внешкольных учреждений. И при них будут разбиты лагеря. В них будут отдыхать 5200 детей. Еще в этом году у нас очень хорошо предложено родителям познать исторические места нашей республики. Это экскурсии, это тоже своего рода отдых детей, лагерь. Но это, конечно, платные, это сами родители оплачивают за счет родительских средств. 5192 ребенка посетят вот такие вот республиканские. Это бесплатные путевки получаются? Это за счет родительских средств. Выделены на наш регион, получается. И в нашем организациях, в любых организациях, есть правкомы, я думаю, которые там, где родители работают, предлагают им тоже путевки в лагерь. И вот с места работы родителей тоже предлагаются лагеря. И вот на них рассчитываем, что 19 828 детей отдохнут и поправят свое здоровье в таких лагерях. Также была такая информация, что будут проводиться экскурсионные лагеря, тоже талант, тур. А вообще, одаренных детей как поддерживают у нас в городе? Одаренных детей у нас поддерживают те ребята. Очень в этом году много провелось олимпиад, где выявились наши дети. По различным направлениям, эстетического направления, художественного, спортивного. Для них тоже открываются лагеря по их направлениям, по их интересам, будем так говорить. И это по желанию родителей, опять-таки. Есть республиканские лагеря, есть наши городские, областные и школьные лагеря. Пришкольные лагеря, как они работают? Кто там преподает? Воспитатели или же те же педагоги, которые работают в школах? И как там идет оплата? За питание или за полный день? Расскажите об этом. В школах лагеря у нас работают почти практически с питанием, практически, будем говорить, весь день. С дневным сном. И родители оплачивают только питание. И если в этом лагере организовывается какая-то экскурсия, например, в юртопарк наш, естественно, говорят, что вот приехал цирк к нам, или сегодня мы посещаем, заранее оповещают родителей, желающих детей ведут в этот юртопарк, ведут в цирк и так далее, и так далее. Те ребята, которые не смогли по каким-то иным причинам посетить цирк или там другие места, они также в школе проводятся состязания, проводятся различные игры. То есть до обеда они полностью заняты, потом дневной сон. Но это не во всех школах, не во всех школах. Есть только дневное пребывание. Есть без обеда, для таких слоев населения, такие лагеря открыты в школах. То есть если там нет питания, это, в принципе, бесплатно. И заняты, да, может родитель любой подавать. Да, это занятость ребенка до определенного времени, до обеда в основном. Расскажите, пожалуйста, а сколько у нас педагогов вообще? И как они проведут свое лето? Будут ли ездить на какие-то бесплатные тренинги, повышать свою квалификацию? В этом плане какая работа вообще проводится именно в плане подготовки педагогов? Я думаю, что вот наша только единственная организация, это образование. Я так хочу сказать, потому что в нашей организации есть профсоюзы. До сих пор действуют, работают. И большое им спасибо. Благодаря профсоюзам наши педагоги отдыхают в наших казахстанских санаториях, на территории нашей республики и поправляют свое здоровье. Всего у нас в городе 9 тысяч учителей. Из них в школьных, в общеобразовательных школах работают у нас 7465 учителей. В дошкольных учреждениях 1082. И в дополнительных образовательных учреждениях 572 педагога. Естественно, все они в этом году прям поехать куда-то не могут. Эти путевки тоже не безразмерные. Это по рекомендации наших администраций школы и профсоюзного лидера заявку осуществляют в городское профсоюзное отдело. И после этого выделяются путевки. Основным награждают нас заслуженных учителей, которые выходят на заслуженный отдых. Они всегда отмечаются вот такими путевками на августовских конференциях. Их всегда благодарят. И вот такими поощрительными, будем говорить, путевками награждают. Как считаете, вообще сложно быть сейчас педагогом? И какие навыки должен иметь, какими навыками обладать нынешний учитель? Очень много сейчас педагогов, которые приходят в школу и начинают только влюбляться в свою профессию. Бывают такие педагоги. Педагогам сейчас нелегко. Очень тяжело было нам во время дистанционного обучения. Потому что резко пришлось перестраиваться из очного состояния в дистанционное состояние. Это было очень сложно. И вместе с тем же только эрудированные, только высоко квалифицированные педагоги остались у нас работать в школах. А некоторые посчитали, что это тяжело. Ну и распрощались некоторые. Но в основном сейчас вот работают, я же говорю, 9 тысяч. Это самые те, которые избрали свою специальность по душе и работают в сфере образования. Но наше образование доказало, что в любой экстренной ситуации готовы просвещать наше население, маленькое население Казахстана. Совершенно правильно. Даже, может быть, мы и научились многому благодаря вот таким кризисным ситуациям в стране. Даже если ребенок сейчас просто заболел и не может ходить в школу. Ну, ОРЗ, например, 7 дней нужно быть дома. Он просто так дома не сидит. Он не отстает от программы. Ему, естественно, дают дистанционное образование. Спасибо вам большое за Жумабеком, за то, что уделили нам внимание и ответили на все наши вопросы. Еще раз поздравляем с окончанием учебного года. Дорогие телезрители, это была программа «Открытая студия». До встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова